Приветствую, друзья! Я очень горд сегодня, потому что сумел. Обычно я картину пишу годами, а тут вдруг за два часа. Ну, потому что был под впечатлением. Вот он сидит там, медитирует, на свечку смотрит, задумался. Медитация ведь это размышление. Когда ты размышляешь, отключив все посторонние сигналы, которые тебя задействуют на реагирование постоянное, ты погружаешься в состояние такое глубинного душевного покоя. Ты, по существу, там встречаешься с вечностью. Да, с вечностью. И вот ты продолжаешь размышлять, о чём ты размышляешь. В условиях вот этой вечности, безвремения, там нет ограничений, там бесконечность. А каких ограничений там нет? Там нет штампов мышления, там нет комплексов наших, нашего эго. Там нет страхов. Это же по существу состояние, если в более глубокой степени и по философии говорить, это же есть самадхи. Самадхи. Откуда я это хорошо знаю? Ну, во-первых, если вы смотрели прошлый наш бесплатный ликбез, вы, наверное, вспомните легко, ко мне приходил друг индийц. Такой симпатичный парень. Сначала он позвонил, я ему говорю, ну, я сейчас веду ликбез. Он говорит, я только через час приеду. И когда он приехал, помахал вам ручкой, да? Вот этот прекрасный парень из Индии. Он говорит по-русски, молодец. И мы с ним задружились, потому что мы с ним говорим о философии древнеиндийской. А сегодня он пришел со своим другом, тоже индийцем. И мы говорили о разных вещах. Я говорил о Рамаяне, о Махабхарате. Да, но первый мой друг, он легко говорит по-русски. А второй нет. И он ему говорит, слушай, а доктор говорит о Махабхарате? Ну, тут так образовался, сталкивать. И потом, в конечном счете, я их спрашиваю, друзья. А есть там в Индии у йогов идеорефлекторные приемы. Почему ко мне индийцы приходят? Теперь мой консультант стал как друг и консультант по йоге и по индийскому эпосу и так далее. Есть там, говорю, эти идеорефлекторные приемы, с помощью которых быстро выходить в это состояние медитации. Есть там, говорю, такой алгоритм, чтобы если ты сразу не можешь туда выйти, то надо раскрепоститься, хлёст руками по спине, шалтай-болтай, переживай, о чём переживается. Он говорит, нет. И он мне показал там в интернете, и вы можете посмотреть Садхагуру, и как Садхагуру с другим выдающимся там, которого все знают, такой миллиардер такой, который там показывает там в разных городах, показывает, как делать йогу, там он трясётся, делает. Нет у них там идеорефлекторных приемов. Потому что идеорефлекторные приемы ключевые, в ключевом средстве, например, или когда руки не расходятся, представишь, что они сходятся, или что тело поворачивается, идиомоторно, вслед за воображением, или ты после попытки сделать этот подбор путём перебора, как тебе комфортнее, потом сел и пустил мысли на самотёк, и вышел на волну. Ничего этого нет. А этот второй, оказывается, каждый день медитацией занимается, но занимается утром. А я говорю, а почему ты, например, в другое время не занимаешься? А он говорит, я утром, говорит, делаю свою физкультуру, и поэтому я, говорит, только утром занимаюсь. Я говорю, так ты же можешь в любое время делать, когда тебе удобно. Потому что ключ помогает быстрее всех методов выйти на это состояние, вот этого глубокого, вот покоя душевного, в котором ты встречаешься с вечностью, и там за несколько минут ты получаешь такие условия, которые, я уже говорил об этом, друзья, абсолютом называл Тесла. Он погружался в это состояние, и там продолжал изобретать, продолжал отвечать на волнующие его вопросы. Он там представлял себе, как там эти изобретения, и поэтому он делал эти великие изобретения Тесла. Я бы много мог рассказать об этом, но я еще попутно спросил, а как меня зовут, когда я спрашивал, как другого друга зовут, он сказал свое имя. Я говорю, а мое имя по санскриту, как будет переводиться? Он говорит, улыбка. Да, и этот говорит шутку, назови себя Садха, потом Буру Хасай. Это, говорит, улыбка. Да. Ну, дело в том, что мне это, конечно, приятно, я с вами этим делюсь. И вот я вам что хочу сказать. Ко мне все время звонят разные люди, новички, которые не записаны на нашем канале YouTube. То сын болен, то еще кто-то. Представляете, мне одна женщина сегодня говорит по телефону, мы знаем, что вы никогда не отказываете. Ну, конечно, я не отказываю, я всем стараюсь помочь. Ну, при этом надо, чтобы посмотрели. Во-первых, записались на YouTube-канал обязательно, потому что посмотрели ключевое дыхание и посмотрели бесплатный ликбез, самый последний, и посмотрели волну. Без этого ко мне не звоните, потому что это одновременно функциональная проба, это одновременно диагностика. И вот тогда, когда вы мне звоните за помощью, я спрашиваю, а волну делали? Она говорит, а я и не знаю, что это такое. А я говорю, так вы же смотрите мой канал? Каждый день, говорит, смотрю. А вы подписаны? Нет. А почему вы не подписались? Так вот, кто вот этого чисто технической кнопку не нажал-то, потом меня заставляют по новой и по новой, одно и то же показывают, рассказывают. А я же очень занятый человек. Поэтому буду отвечать на звонки только тех людей, если я спрошу, подписан на канал, волну делаешь, и человек мне скажет, да, делаю, и потом пускай задаёт вопросы. Я буду с удовольствием отвечать. Вы понимаете, да? Оптимизация, так сказать, чтобы сохранять время для вас сделать новый контент, новый ролик. И вот, что я вам хочу сказать. Вот эта встреча с Абсолютом, с этим безвременем, с этой бесконечностью, это целебно-восстановительное состояние, которое одновременно оздоравливает психику и оздоравливает тело, снимая зажимы и блоки. Оздоравливает, потому что оно обладает потенциальным восстановительным эффектом. Поэтому йоги этой медитацией пользуются. Пользуются. Но идеи рефлекторных приёмов ключевых у них нет. Поэтому любой йог может, вот он же индийский приходит ко мне, изучать эти приёмы ключевой стресс-тессы, когда вот второй, когда у него руки пошли на автомате, он так удивился и говорит, слушай, это так удивительно. Я рад этому. И наша школа «Человек будущего», «Хомо футурус» на самом деле самая прогрессивная, самая лучшая. Там технологии, которых в мире нету. Вот же о чём речь. Поэтому делитесь, друзья, обязательно. Поднимаем наш канал, наш канал, потому что мы там одновременно разрабатываем науку человечности. Человечность – это то, что нас защитит от всех пандемий, от всех неопределённостей, угроз и рисков. Человечность. Конечно, потому что человечность – это, знаете, что такое? Это когда вы пытаетесь сохранить себя или решаете любую нерешаемую задачу, но через призму высших общечеловеческих ценностей. Это любовь, это сопереживание, это чувство бесценности живого, это потребность в сотрудничестве, это счастье, когда ты есть самим собой, высшее счастье. Когда вместе решаете какую-то задачу и при этом оставайтесь самими собой, это высшее счастье, совместное творчество. Да, друзья. И поэтому, если у вас есть какие-то нерешаемые задачи, например, ты не знаешь, как лучше спать, ты уже обошёл всех врачей, ты уже обошёл всех психологов, или у тебя паники какие-то, или ты математическую задачу решаешь и никак решить не можешь, или ты готовишься к экзамену и всё время нервничаешь и всё время не уверен в себе, или ты начал какой-то проект делать и никак у тебя не получается, и тебя всё время, когда ты начинаешь сосредотачиваться, оттуда вышибает, переключает на более лёгкое дело какое-то, и ты не можешь сосредотачиваться и удивляешься, почему же у тебя так получается, а тебе надо набрать сил. Любая нерешаемая тобой задача, если ты каждый день пробуешь делать идеорефлекторные приёмы, и после этого делаешь волну и выходишь на это состояние, чтобы выйти, ещё раз повторюсь, переживаешь, о чём переживается, на волне автоколебаний, это есть удивительный, научно созданный, проверенный приём, уникальный в мире, которого ни в йоге, ни в цигуне, нигде нету, и выходишь на это состояние, именно переживаешь, о чём переживается, на волне автоколебаний, думая о своей задаче, нерешаемой, и там ты выходишь на состояние эмоционального дистанцирования, и там у тебя начинают появляться идеи, как это решить, да, это очень интересное явление, и поэтому наша школа, друзья, всем участникам школы, моё, как говорится, обнимаю, и свет этой свечи пусть озаряет всех, до встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok